Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Всем здравствуйте! Мы очень рады вас приветствовать сегодня здесь. И я хочу выразить благодарность от всех организаторов, что вы нашли время и возможности сегодня присутствовать здесь. Дорогие друзья, сегодня у вас удивительный день. И для всех для нас большая удача присутствовать на этом событии. Потому что я имею честь пригласить на эту сцену сегодня сюда уникальную личность. Человека, который посвятил свою жизнь на благо всех людей и всего общества. Человека, который каждый день старается сделать что-то для счастья людей. Вот уже более 30 лет он изучает ведическую литературу и распространяет это знание. Знание, которое меняет сердца людей. Итак, дорогие друзья, философ, психолог, художник, общественный деятель, духовный, духовный наставник. Встречайте, Александр Геннадьевич Хатюков. Также я попрошу вас… А также я хотел бы попросить, пожалуйста, возьмите свои мобильные телефоны и поставьте их на беззвучный режим, чтобы не отрекать вдруг. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Спасибо большое. На семинарном поведении это завтра-два дня, завтра. Ну, то пытаемся, кто говорит, будет очень важный какой-то шаг для нашей жизни. Неважно, как оно происходит, но это даже в том направлении жизни. Необходимо. Необходимо разобраться внутри себя человеку каждому в этом назначении. Но обычно. Обычно человек исходит от обратного в своей жизни. Разобраться с окружающим миром, посвящая своей жизни. Оцените, что такое этот мир, как его устроить лучше, чтобы быть здесь счастливым, чтобы удобен этот мир для нас. Так кажется. Но языком мудрости это иллюзия. Это некий самообман. Мы поговорим об этом сегодня. А пример отражения. Например, мы видим иногда, как засадящий солнце сражается в небоскребе с другой стороны. Это, может быть, некрасивое зрелище, привлекательное. Но настоящее солнце с другой стороны. И на это отражение очень хорошо подходит. Понятно для нас. Мы также знаем, как войти в эту жизнь. Войти в различные ситуации, в проблемы. То есть мы активно, действуем. Как будто мы знали. Как будто мы знали, что делали. Это такая же история. Но как выйти из проблем? Мы не всегда отнимаем. Опять обман, какая-то иллюзия, какая-то ложка. Пробить, что это дело отца или не могла, вылететь обратно. Потому что билла со стекла пока не погибла. Она знает, как войти. Но не знает, как выйти. Вот мы входим в эти ситуации. Мы входим, мы рождаемся в это время. Мы входим. Приходим к своим родителям. Потом идем в школу, куда подростали. Входим в систему образования. Потом получаем высшие заведения, профессиональные навыки. Мы много чего делаем. Будем с уверенностью. А потом не знаем, что делать дальше. С тем, что нужно, что мы создали. Древние мудрецы говорят, что деятельность человека, который мы все-таки вам вызываем, самого великого, напоминает действие шелкопряда. Который очень трудолюбив. Он ведет, ведет, вокруг себя ведет этот кокон. И потом оказывается, совачиваем этим нескольким. Засыпанным. То есть, мы на каждом шагу увидим, что сейчас так много созданы сложности, наши собственно деятельности, участия, личности. Так много страданий созданы искусственно. То есть, неправильного усиления. И поэтому мы все говорим о мудрости. Мудрость – это особый момент. То, что у нас сегодня очень категорически, статистически не хватает. Дефицит мудрости. При этом, как и все, знают, это истинное прописание. Что хорошо, что плохо. Где ты думаешь вообще? Все известно. Мы выбираем информацию с вами. Мы действительно информация. Хорошо. Но мудрость информации никакого отношения не имеет. Можно не знать только информации, и жить мудро. Можно заточиться на главных вещах, нескольких, быть очень естественным человеком. Не раз ли? Не раз ли? Не раз ли? Не раз ли? Одно только нужно. Самое главное. Средоточение. Не на многих вещах. Не нужно много информации. Это запутывает. Она противоречива. Она не приводит к окончательному выводу. Это бесконечно будет продолжаться. Что-то мы забываем. Снова изучаем. Снова забываем. Снова изучаем. Вспоминаем. Что такое? Новое. Хорошо забытое, старое. Найдем по какому-то кругу. Найдем по какому-то кругу. Информация это мертвое знание. Еще говорится. Пьяно. Пьяно или чнано. Мы говорим, знания нет. Зазвучит очень знания. Мы что-то прочитываем. Запоминаем. И собираем какие-то логические системы. Знания так облегчают нам усвоение информации. Есть логическая такая связь системы между терминами, понятиями, явлениями. Эти процессы нам задумывают. Логические схемы. Какие-то графики есть. Аналитические какие-то подходы. Не я. Логика в этом имеет главную роль. Запоминание информации. Как таблица Менделея. Вот он там все классифицировал. Мы можем запоминать. Как эти элементы. Их свойства. Их варианты. Все. Систематично. Вот это отличие. Дианы. И мы в этом смысле достигли больших успехов. В технологиях. Все достигается при помощи. Дианы. Владеть информацией. Сейчас человек передовой или считается тот, кто лучше всех владеть именно информацией. Для этого нужна крепкая память. Обычно. Это IQ проявляется, да? Как человек находит логические новые методы. Загадка всевозможная. Японии принимают на работу людей. Не представляют загадку. Должны решить в течение одной минуты. Иначе не подходят для того, чтобы работать. Нужно очень быстро соображать. Какой человек. Вот это и фильм называется. Но это никакого отношения не имеет. Счастливая музыка жизни вообще. Это навык, который просто нам необходим. В профессии. Может быть, в жизни. В смертве или в работе. Помогает и оставляет связанные силы. Мудность это другое. Она очень простая, как мы сказали, и известная. Но это то, что труднее всего сделать. Давайте посчитаем сейчас. Внутри себя заглянем. Посмотрим. Сколько мы знаем хороших вещей, которые мы не делали, не практикуем. Вы почти все. Почти все, что вы знали самого лучшего, это практикуем. Я знаю, что такое жадность. Ну, что будет жадность? Посмотрим. Я знаю, что такое зависть. Ну, я с ними не расстаюсь. Я знаю, что вождение, это добрание, это ведет. Я тоже делаю это все равно. Что-то за сила такая странная какая-то из внутренней энергии человека, который заставляет его делать плохие вещи, даже помимо его воли. Даже знает, что это приведет к плохому результату, он все равно это будет делать. Вот тут то нужна мудрость. Или, как говорят в Ерсидоне, сила духа, сила воли. Это мудрость. Способность это сделать. Принять решение. То есть это сила внутренняя. В современном мире мы видим, что сила так и несколько угасает. И иммунная система угасает. И сила разума угасает. Например, есть очень тонкие способы воспринимать красоту. Музыку папок в Древнем Китае. Людей не образовывали, пока не обучили искусство. Первое, что обучали человека, это веселость. Как играть не так же. И музыка. И если вы уславили эти вещи, эти ценности, эту красоту, тогда вы их там меньше образовали. Если не уславят, образование не дают. То есть они считали, что если человек ничего красивого, тонкого не слышит, и красивого, тонкого не видит, не различает, ему не нужно даже слышать это. Это не принесет хорошего результата. Это принесет вероятность. То есть красота. Человек должен иметь основу в своей жизни. Красота – это вдохновляющая сила. И вот это та самая сила, которая дает нам возможность быть умной. Вдохновение и сила воли. Так как, чтобы у меня нет силы воли, знаете, бросить курить даже не могу. Но ради кого-то, в том очень дорого. Вы можете сделать отличные вещи. И вы очень любите. Ради любви, ради красоты, если вы осознаете более высокие ценности. Разве мы хотим утратить это тонкое восприятие, если скажем сигарета, она обрубляет мое восприятие. И листература – водка. Она блокирует эти тонкие чакры. Разве я соглашусь и теряю эту способность? Стала? Нет, конечно. Ну, а если я никогда не испытывал таких тонких вещей, не различал никогда, то нет причины быть мудрыми для немецких знаний. Ведь это же просто ограничения. Ограничения. Не пить, не курить. Ну, вы так говорите. Но скучно вы говорите. Это просто скучные ограничения. Не вижу в этом смысла. Смысл вообще не в том, что пьете или не пьете, курите или не курите. Смысл в другом. Главное любить жизнь. Главное наслаждаться жизнью. Ведь я же говорю, чтобы наслаждаться жизнью. Это не смысл. И выпивают для того, чтобы испытывать наслаждение, а не менее. А если я не буду это испытывать, то чем я призываю? Жизнь скучна, с вашими ограничениями. Как и правильная, скучная жизнь. Хм? 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 Вы должны знать, что есть более высокие ценности, более высокие чувства, более высокие тонкие мысли. Вот я привожу этот пример. Для меня это был один закрытый. Вот вечная жизнь. Это был 1991 год. Я впервые поехал на фестиваль в Индии. Впервые вообще как-то иду. Я мечтал о том. С юношества увидел, что-то в Индии. Он еще раз называет мир. И вот это довелось. Я не просто приехать в Индию, как туристом, берегу, где ставят на священное место, место паломничества, увидеть Индию во всей ее краске. Буквально приехать на тысячу лет назад туда пробыли. Там цивилизация, там вот, аниматорные, 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 танганы протыкают, в поданки прокрывают трупы человеческие иногда. Ну, то есть, ну, жизнь, как она там была, а не так она там осталась. Сейчас она, конечно, уже извинилась за эти 30 лет. Уже лодки моторные есть, конечно же, там цивилизация такая, это место паломничества, поэтому люди привлекаются со всего мира. Конечно, у нас все-таки какие-то деньги, и технологии, и там строят, и все-таки города уже образуются в этих местах удивительных. Но та проездка была другая. Мы жили в Соломием-Хижке. Мы сели кастуни с шитвой одежды от местных жителей. Это было для нас совершенно новое, совершенно новое ощущение, новое, когда мы брюхом, скажем, на 1-й год засели надежды. Когда вымывались в Ганг, тоже новое ощущение. Ну, а в чем было открытие? Был пиф. Ну, поскольку это праздник, в соц. мира приехали паломники. Первое – это фестиваль, ежедневный фестиваль, в течение, скажем, ну, там, по утрам недели. И пир означает, что вы садитесь в ряд, сделаем так вот, на пол. Рядами все рассаживаются, по пирам, потом вы уберете с кастрюжей или посудой. Люди, которые будут раздаваться. То есть, лидическая система такова, что вам раздают пищу. И когда вы их съедаете, вам предлагают добавки. То есть, вы принимаете это как, ну, как через служение. То есть, когда кто-то вам должен предложить с улыбкой, с любовью, вот в такой атмосфере, ну, тогда эта пища становится, как бы, ну, более приемлемой для человека, когда она с любовью приготовлена, с любовью предлагается. Вот такой атмосфер. И банановый лист. Большой же банановый лист – это тариот. На него кладется пушистый белый лист, горячий, только что сваренный, нейтральный, там, ни соли, ни масла, ничего. То есть, пушистый. Такой белый, горячий лист. Это забор. И к этому листу потом, этот банановый лист, много приправ всевозможных, фидов, овощей. То есть, 24 года она считала, будет полезно, 23. 24 года нужно попробовать все. У меня предупредили, много не ешь чего-то одного, по чуть-чуть всего бери, чтобы все попробовали. Вкусы все совершенно разные. Это блюдо совершенно разное. Приготовлено по юридической кулинарии, древние рецепты. И вот, значит, я пробовал. Первое, что подарил Крису, это горькую дыль. Карелой называется. Здесь не расцветано в северных регионах. Напоминает такой, как бы, огурчик, немножко другую форму, с такими острыми шипами, как бы, вот, и вот, только не так вот режешь, и в глубоком массе жарит эту Карелу. Вкус отвратительный. Это не пища, собственно говоря. Это пища лекарства, скорее всего. Стимулятор. То есть, на них вкус алоэ. Пробовали алоэ? Полы. Пробовали. Вот такая Карелу. Примерно такая, чуть лягче. И мы голодные, я набросив на эту Карелу, взял брок и думал, зачем это делать вообще? Зачем? Я не понимаю. Что это такое вообще? Потом горбус соль, потом кусочек лимона. Вы на это все смотрите, это не пища, понимаете? И мне сказали, я сначала наносить Карелу. Потому что сейчас будешь принимать пир. Большая нагрузка будет. А Карелы стимулируют эти процессы, секреты. Особенно печень готовит. Приемы тяжелые дыши. Там будет сейчас острый, там будет масленичный, пир нагружен. Там будут жарены, там станут, там будут покоры. Это такие удивительные, знаете, такие розетки из цветной капусты, опущенные в нутовую муку, смоченные, и потом обжаренные в глубоком масле. И запекаются. Потрясающе. Без сердца, как просто говорят. Отваривается сначала цветная капуста, потом обмакивается в такую вот блиненькую муку, жидковатую, нутовую муку. И сразу выпускает кипящее масло. Вот такие тяжелые блюда будут. И карела она готовит ваши как бы органы пищевые, всю систему для того, чтобы усвоить это все, стимулировать. И вот сначала не идти с карелой. Как бы оно противно не было. И конечно, когда вы съедаете такой кусочек полыни, потом набрасываетесь на все что-то, понятно, что вы уже хотите что-то съесть, заесть, что-то стимулирует. И поскольку я не обладал культурой таких киров, впервые попал на пищевые. Я не знал, что с этим делать, что есть сырье, рис отдельно, не соленый, не жареный. Эти вправы тоже, другой какой-то вопрос. Что делать с этим? Как это все делается? Я стал смотреть, что делают уже опытные местные люди. Все эти овощи, я не знаю, какие-то овощи, которых я вообще не слышал названия, там много всего растет. Хлебное, допустим, там еще есть, и фрукты, и овощи одновременно. Как-то не назрело его исходить только овощ, когда созревает этот фрукт. Сладкий-сладкий. В душе стало матро, но здесь такое все. Сладкий, как мед, просто приторный. А когда не зрело, оно напоминает волокна, какое-то плотие. И по вкусу очень напоминает то, что яс. И она, как и солнышка. Вот мы всему этому удивлялись, люди много видели, и томатные там были, и другие, и пиправы, и сливовые, и фруктовые, и острые пиправы. Я знаю, что местные люди, они это все смешивают по своему вкусу и желанию. То есть у них палитра. Не просто труда какие-то, которые ответят, а палитра, и вы уже руками сами смешиваете что-то крицы, педалы, и овощи, все-таки в различном виде, получаете потрясающе разнообразие оттенков вкуса. И вот тут у меня было открытие. Оказывается, мои вкусовые бугорки способны для него стримать гораздо больший диапазон вкусового ощущения, чем я об этом думал. я просто никогда их не использовал и никогда. Понимаете? Сколько оттенков вкуса существовало? Я даже не знала на этом. А мне было уже лет 30, например. То есть 30 лет, это же понятие не было, а разнообразие даже пищи. То есть у нас есть заложено по-тенции гораздо больше. И для этого необходим, конечно же, разум. Ну, скажем, в обычной культуре, в которой я жил, в невидической культуре, у нас что было? У нас главной пищей было мясо, а остальное, значит, гарнир. Все было очень просто. Это гарнир. То есть гарнир. Это просто гарнир. Это не пища, это гарнир. Как это? Добавка к мясу. Главная пища – это мясо. Ну, там был чеснок, перец, лавровый лист. Обычно мы там все заполимали. Но, как разнообразие гораздо больше. То есть безграничные есть аргенты вкусов, которые можно извлекать, получать даже при приеме пищи. И, понимаете, когда вы получаете такие тонкие ощущения, разум великовать начинает. Не просто наполняется желудок, или удовлетворяется какой-то вкус. Но когда эти шесть всех вкусов приходят, или на эмпира, и вы начинаете их смешивать, комбинировать по собственному вкусу, настолько глубокое удовлетворение, что разум становится вдовлетворенно, сильнее покажет. Многие из нас сказали после этого, если такую кухню попробуют люди в России, многим откажутся с мяса легко. Это трудно. То есть всё развлекательно и кровать все наши же столицы в мире вообще пищи. Потом пошли в концерт, послушали местные баджаны, там ааааа. Венгарский петь. Не сразу понятно, что это за теми, просто сидите, делитесь, что включат бас-зитары, или там рок-музыку, там вирра все такое, что сразу возбуждает нижнюю чашку. И к этому тоже нужно быть готовым, научиться слушать. В состоянии умиротворения можно слышать тонко. Например, если мы в каком-то шумном месте, нам трудно услышать друг друга. Если мы перебываем друг друга, нам трудно услышать друг друга тоже понятно. Мы слышим, когда тишина цветочек. Он тогда начинает слышать. Но когда ум спокоит, он еще и глухше слушает. Потому что когда ум спокоит, слышит и видит, говорят Веды, не заодно их душу. То есть между ними разными и разными. И говорится, что больше можно увидеть ушами, чем глазами. А то нужно уметь слушать и успокоиться. Ом, это умиротворение. Шанитесь, шанитесь. Ом, шанитесь. Ом, шанитесь. Матушка говорит, успокойся, успокойся, успокойся. Ом, ом. Сиди, да. Все трансменно. Есть высшие мярки, успокойся. Все так контролируешь. Не надо еще не успокоиться, успокойся сейчас. Мы иногда подумаем, что вы йоги, что просто успокоиться. И начинаем слышать свое сердце. Вот это уже разум. Вот это и есть мучение. Когда человек слышит свое сердце, это сравнил таланту. Как я смотрел, видел произведение известного художника Андрея, единственное, говорили из своей школы какая-то. Он известный, там, народный художник России. Он известный. Он сейчас жив, еще есть, короче, школа. И он говорит, что я не могу не рисовать. Если, говорит, меня даже в тюрьму послали, если я не тут все равно как бы глоболек или там кусочек чего-то, я буду вызывать не стремиться. Потому что это моя природа. Это мой разум. Это моя суть. То есть, если это становится нашей глубокой природой, мы не можем их изменить. Это как любовь. Если мы на самом деле любим человека, мы никогда не изменим. Никогда не против. Это поднеси его. Это нам не трудно. Терпеть какие-то неудобства или трудности, если на самом деле мы любим, мы можем держать любые потрясения, любые события, да, оставаясь верными. Это называется на санкрытии йога. Союз. Йога означает союз, связь. Вот все, что мы с вами хотели, как это тысячи, языком мудрости. Вот этот союз образовывает. Крепкую семью, крепкое общество. Взаимопонимание. И из чего этот союз состоит, из составляющей, что же укрепляет эти отношения, в которых мы так целим любим. Потому что как их улучшают отношения, опыт есть у всех. А вот как их улучшают, углубляют? Редкие люди наделяют эту способность, которые слышат свое сердце. Например, я встречался с очень известным человеком. Он грузин, уже 84-85 лет. Шалли Саныч Малашлили. И при знакомстве меня был порошок. Я не встречал таких людей, а прежний вам опыт есть. Среди обычных людей, которые не занимаются, скажем, йогами, изучающими лентами, он умеет слушать. То есть, он известный человек. Он авторитет своей ведности очень большой. Его знамо это не просто есть. Он основатель гуманной педагогики. Огромный опыт. Но как это тихонько? Я не слушаю. При встрече с заведом, он практически не говорил. Он только слушает. Смотри на глазах. И надо что-то говорить с кровью. Никогда не подумали, что у него никакой известный авторитет. Педагогики. Никакого самомнения, ничего. И когда он ушел с этого обеда, я первое, что сказал своим друзьям, которые превратили меня, сказал, что это чайное сердце. И на следующий день, когда он снова встретились, он принес книгу мне свою подарю. Потом он завязался. Разговор над сердцем. Это и опыт. Я их сразу подчищал. Он не мог это ныне сказать. Он написал свой опыт, как он разговаривает со своим сердцем и течением всей жизни. И сердце его не обманывает. Он умеет слушать своего сердца. Он умеет слушать. И вроде бы как ребенок. Вроде бы какая сила, которая хочет что-то делать. Он никогда себе не позволит. Сучит одну поступок. Он не видит, как видите, кого-то. Он себе не позволит жить за счет других людей, а спортировать кого-то. Он себе не позволит никого обманывать. А если так получится, его совесть и сердце, оно покой не дает. Жить со своим сердцем, вот это искусство разума. Ну а когда ведь? Дороги, по которым не ходят, зарастают. Нет больше, чем дорога. Как? Один человек на Адашуне показал на Урале прекрасные места, полные веки, деревья. Был потрясен и сказал, а что это не сказало здесь? Почему это нет? Ни деревень, ни поселение, ни домов. Какая красота! Тут равен, на земле. Вот знаете что? Здесь, говорит, еще 50 лет назад были поселки. И коровы были, и сады были, и пастищи были. Все было. Люди так у него это место. Как будто ничего не было. То знание, которое мы не применяем в жизни, уходит. Потеряет. Поэтому с ним, говорит, я знаю, и не делаю. Веды говорят, это глупее. Он не знает. Это потом, говорит, ребенку, который говорит, я знаю, что такое огонь. Но она знает, и сделает туда руку. Ну, подожди, ты же знаешь, что ты делаешь. Ну, так получилось. Я знаю, что тебе будет плохо. Отчего вы говорите? Ну, это же не значительная энергия. Нет. Это говорит о состоянии разума. Это очень значительное. Вы не представляете, насколько это значительное. Уступка. Уступка не вяжется. Как одна девушка начала говорить, а отец расстрелся. Она подошла к вам, папа. И что строишь? Вот скажи. Вот я курю. Ну и что? Ну, я стал хуже, что ли? Скажи. Он говорит, да нет. Не стал курить хуже. Ну, вот видишь. То хорошо. Да. Одну секретую посмотрел, точно не стал хуже. Можно вторую курить. Опять не хуже. И вы даже не замечаете, что происходит с тонкой, мыслительной энергией разного человека. Который делает на такие глупые компромиссы, бесконечные компромиссы. Ради чего? Ради приятного чувства. А вот мудрость, почему-то трудно делать. Потому что она враг приятного чувства. Вот, четко нагревает у нас. Я понимаю, что это нельзя делать, но приятно. И не могу усоветить это чувство. Приятно. А в алкоголе она нужна. Строфессиональная энергией. Расслабление. Отупение наступает. Курение тоже. Весь кислород. Собирайтесь в корме тоже. Отупение. Вот. Расслабление. Амнезия наступает. Понимаете, стресс? Это некоторый протест для нашего разума. То есть мы не знаем, как будет интоксикацией. Ну, придется в радостной системе. Мы не знаем, как улучшить семейное отношение, когда мы вводим закон гимнальную институтцию. А ведь совсем проще было бы создать нормальную институтцию. Ну, все. Зачем? Гимнальную институтцию. Но мы не можем это сделать. Не по силам. Поэтому вводим протезы. Подставки. Одна женщина сказала, хочу бросить курить. Пожалуйста, мне придется со стыдом. Сказал, я еще курю. Пытаюсь, пытаюсь, не получается. Вот дайте мне благословение. Может, я брошу? Ну, понимаете? Я говорю, покажите сигареты. Достал я таких упаковок. Негода не видел. Знаете, в моей бытности было тоже что красивое сделать надо. Ну, это что такое? Ну, такая пачка. Там произведение искусства. Такие тонкие дамские сигареты. Дизайн. Золотые кусочки. Фильтры. Бумага. Аромат. Попробуй. Не захочешь, чтобы курить? И на упаковке нарисованы такие кривые зубы. Страшные. Знаете, как пивно. Курство какое-то. И курение опасно для вашего здоровья. Крупная чечлана какая-то. Я говорю, это что у вас нарисовано на упаковке? Она говорит, ой, нет, нет. Я обычно их перекладываю в золотую, как цвет партигана. А на упаковку сразу выбрасываю. То есть, мы пользуемся листью. Приятно. Золотой партигар. Тебе это с ментовым, или как там еще, с ароматизатором, с таким прекрасным фильтром. Подано на высшем уровне. Знаете, что на золотом подносит? Подан я. И это приятно. Поддержает. Приятное чувство. Не аж. Правильно. Аж. Сладно. Принять эти вещи. Это как мужчина женатый смотрит на какую-то красивую женщину. Ну ладно. Немножко можно забыть про жену. Ему как я хочу сегодня. Вот эти женщины встречают. Понимаете, надо отступить. Ну ладно. Разве Господи говорит? Да, да. Уступают разные вещи. Надо разум. Очень приятная вещь. Шопирующая вещь. Знаете? Уступает. Мудрость. Уступает. Там уступили. Там, где у нас только есть. И говорится, что проблема современной цивилизации именно в том, что особенно лидеры, они стали без принципов. Все можно, если кто не знает. Я же хуже не становлюсь. IQ сохраняется информацией владеем. Науку знаю, профессию знаю, деньги вырабатываю. Все. Какой с ним спрос. Все у меня хорошо. Окей. IQ тот же самый след. И разум отвечает за принятие решений. Как вы сказали, это сила воли. Вдохновленная сила воли. Есть, конечно. Другая сила воли. Страх. Если взять какие-то законы. Древние законы. Я уже что? Я читал Мана Санктитов. Не читайте Мана Санктитов, пожалуйста. Будете очень напугать. Там писывается наказание за определенные преступления. Например, вор отругается в руках. Я не знаю, как сейчас это применить. Многие люди подвешивают в руках. Сейчас здесь Мана Санктитов нельзя применять в нашем деле. Люди не способны сейчас следовать таким высоким идеалам, высоким заповедям, культурам, нравственностям. Люди стали слабее разумом. Поэтому эти физические древние науки многие не применимы сейчас. Многие системы йоги не применимы сейчас.